Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Васильевский остров и у нас в студии народный депутат Украины, советник президента Украины Ольга Богомолец. Здравствуйте, Ольга Вадимовна. Добрый вечер. Вот в распространенном вами официальном пресс-релизе сообщается, что вы приехали в Днепропетровск с рабочим визитом для презентации проекта или программы «Люди помогают людям». Намерены вы посетить несколько областей Днепропетровской, нам выпала честь большая быть опять лидерами, быть первыми. Расскажите, пожалуйста, что это за проект и почему было решено начать именно отсюда? На самом деле это не проект, а гражданская платформа. Почему платформа? Потому что это место, где могут встретиться совершенно разные люди, но у которых есть одна общая цель и один общий интерес. И сразу же объясню, почему началась Днепропетровская область. На самом деле все области Украины я проеду, все до единой. Сейчас просто вот в эти ближайшие недели попаду только в восемь областей, а потом будет еще один часть. Это вот как бы такой поездки рабочей. К сожалению, потому что в Днепропетровске погибло больше всего людей. На сегодняшний день 330 семей погибших, и я хочу принести свои глубокие слова сочувствия, понимание того, что я не могу с этим мириться, так же, как и очень много людей, которые живут в Украине. Не могу это принимать, все то, что происходит, смерть людей в 21 веке, но с другой стороны понимаю, что люди, которые погибли и на Майдане, и на передовой, это те люди, которые хотели видеть Украину другой, справедливой, честной, без коррупции, совершенно другой страной. Вот они за это отдали свою жизнь. И после того, как на Майдане у меня 10 человек умерло на руках, вот с того момента я поняла, что они мне передали эту свою ответственность. И вот создание этой платформы, оно отталкивалось, знаете, от того, что от моего понимания того, что все очень устали. Устали не только физически, устали и морально от того, что откуда ни ткнись, везде какое-то вранье есть, какая-то ложь. Где-то собирают деньги, потом оказывается, что деньги куда-то ушли. Кто-то собирает деньги на фонд, потом оказывается, что этот фонд рассосался неизвестно куда. В интернете появляются карточки, которые собирают деньги на протезы кому-то, а когда мы начинаем проверять, реально за вот этой карточкой, за этими фотографиями никого нет. И даже те люди, которые хотят помогать, они говорят, да, все равно это все обман. А семьи, которые живут, еле сводя концы с концами, они этого не понимают. Им сегодня как-то нужно жить. И в общем, вот от этого желания изменить систему, коррумпированную, прогнившую, в которой мы живем, систему вранья, у меня возникла мысль. Могу ли я создать систему, где нельзя обмануть? Вот просто где некак украсть. Вот вы стоите за этой системой, или я, или кто-то другой. Вот некак система не позволяет украсть. И вот я перед собой поставила задачу. А ну-ка я сделаю вот такую систему и попробую вернуть доверие людей в обществе. Потому что без этого доверия идти вперед просто невозможно. Вот таким образом родилась мысль о создании этой платформы. Потом я пошла в Райфазе Навальбанк. Говорю, ребята, мне нужно, чтобы вы открывали прямые карточные счета, чтобы не было никакого фонда. Хорошо сказали. То есть человек исключен из цепочки, я имею в виду какой-то посредник, который получает, распределяет. Да, Ольга Макомолес тоже исключена. То есть семья с погибшим кормильцем будет иметь свой персональный счет в банке и карточку. Да. И вот полгода мы создавали этот механизм, платформу, базы данных, финансовая, безопасность, юридический, как это все правильно выстроить. А потом банк мне говорит, ты знаешь, ну вот все хорошо, в Украине у нас все хорошо получается, а за границей не получается. Я говорю, мне принципиально, чтобы сегодня украинцы, которые живут в Австралии, в Канаде, в Америке, не хотят помогать, но они тоже устали от вранья. А почему не получается за границей? Вот банк мне говорит, вот из-за границы мы не можем прямо на счет, сделай фонд, вот на твой фонд будут приходить деньги, ты их будешь распределять. Я говорю, для меня принципиально не создать фонд, потому что люди не верят фондам, я не хочу, я хочу, чтобы другие фонды пользовались, и все, кто могут, все помогали. Три месяца ушло у банка, я говорю, я в другом случае просто отказываюсь от платформы, потому что вот это принципиально мне было важно. Три месяца ушло у банка, и они создали механизм. На эти карточные прямые счета, которые открывает банк, можно перевести деньги из любой точки земного шара. На сегодняшний день платформа работает, если вы зайдете в интернет, то есть рассказывать можно долго, нужно набрать. Но все эти хлопоты, это валютные операции и прочее, прочее. Люди допомогают людям, или lpl.ua, вы заходите на эту платформу и видите, на ней на сегодняшний день мы ввели, то есть восемь месяцев создавали сам механизм, два месяца его тестировали, потом начали вводить в него семьи. Семья подписывает договор о передаче персональных данных о ней, мы получаем информацию через запросы от правоохранительных органов, от систем, то есть это официальное все, люди, которые признаны государством как погибшие. Банк открывает карточный счет, едет наш видеооператор, который снимает видеосюжет об этой семье и проводит с ней целый день. И потом все это появляется на сайте. Мало того, в каждой области я хочу создать координационный совет. Что такое координационный совет? Это члены семей погибших, это ветераны, комбаты, волонтеры, то есть те люди, которые... Зачем? Если человек исключен из системы воровства. Потому что у координационного совета будут свои определенные функции. Это будет функция, к сожалению, вот есть государственные функции, которые мы никак не замещаем этой платформой. Государство должно выполнить свои обязательства. Только вопрос в том, что то, что делает государство для семьи, это недостаточно для того, чтобы семья могла выжить. Так вот у координационного совета будут свои полномочия, я о них скажу немножко позже. Как работает эта платформа дальше? Есть социальный калькулятор. И координационные советы будут на всеобщем, всеукраинском координационном совете принимать решение о том, какая цифра будет стоять как прожиточный минимум. Сейчас мы поставили туда 3000 гривен на ребенка. Там есть еще дети-инвалиды, дети до 6 лет, но в среднем это 3000. Соответственно, если у семьи трое детей, это 9000 гривен в месяц, 100000 гривен в год. Это социальный калькулятор считает по каждой семье. А если им начислят миллион? Подождите. Ну, пришлют денег. Дело в том, что семья соглашается на то, что у нее есть индикатор наполнения карточки. И люди, которые заходят на LPL.com.ua, они видят, что семье нужно 100 тысяч гривен. И как только она получает 10 тысяч гривен, там написано, получили 10. А то есть там видно, да, сколько уже? Это индикатор наполнения карточки. То есть я пыталась все острые углы, которые были, вот которые мы проговаривали с волонтерами, с журмальскими, все, где можно вот обмануть. А вы исключаете появление таких левых карточек? Конечно. Почему? Есть же левые депозиты, кредиты. Потому что есть координационный совет, где будут семьи погибших, где будут вдовы, где будут жены, где будут комбаты. И у них мышь не проползет. Потому что они будут нести за это ответственность. Не я. Они на уровне каждой области. И вот этот индикатор наполнения, как только семья получила свои 100 тысяч гривен, они переходят в раздел. На этот год задача выполнена. Если кто-то из Австралии говорит, нет, я хочу вот этой семье помочь, я бы хотел, чтобы у них было еще больше. Карточку не блокирует банк. К ней к этой семье придет еще 110, условно, 10 тысяч сверху. Но при этом они будут видеть, что у других семей еще есть недостача. Поэтому все, что мы могли в этом механизме предугадать, вот все острые углы, которые уже мы испробовали, старались везде предугадать все возможные ошибки. Поэтому теперь наша задача, моя задача, проехать все области, презентовать эту платформу. И вот в Днепропетровской области мы все встречались с семьями погибших из 330 семей. Почему в Днепропетровской области? Потому что больше всего здесь погибло людей. Из 330 семей одна треть это семьи, которые подходят под первую очередь проекта. Там, где есть неповнолетние диты, то есть семьи, где есть недрудоспособные члены. И вот эти семьи, где детки маленькие есть, они в первую очередь попадают на платформу. После того, как мы всю Украину проедем, закроем все эти семьи. После этого перейдем к пожилым людям, потому что есть еще старики, которые тоже остались, которые нетрудоспособны. И которым сегодня некогда же купить лекарства. Поэтому те, кто потеряли кормильца в АТО, они тоже смогут позже войти в этот проект. Но первая задача, это, конечно, помочь тем семьям, где есть маленькие дети. Хорошо. А вот объясните мне такую вещь. Почему вот все эти мероприятия, назовем их таким бюрократическим словом, всю вот эту помощь, всю вот эту платформу не сделать государственной? И вот вы народный депутат, вы советник президента. Сделайте такие законы в Верховной Раде, примите соответственность. Сделайте это на государственном уровне, государственной платформы, если вам не нравится слово «проектом» или что-то. Или же, вот я читаю, да, оказывать социальную, материальную, гуманитарную, психологическую помощь всем. Но это обязанность государства делать. И вы государственный человек сейчас. Так сделайте это государственно. Почему? А там кто-то пусть делает такие платформы. Смотрите, вот представьте себе, рядом с вами стоит огромная-огромная такая глыба, и вам в этой глыбе нужно построить такой маленький какой-то домик. Или вы строите этот домик где-то в другом месте. Я строю сейчас другое государство. Вот эта система совершенно... Я не могу... Ольга Владимировна, вы народный депутат Украины. Смотрите, я сегодня не могу преодолеть коррупционную, чиновничью, мертвую машину. Не могу. И критической массы тех людей, инакомыслящих, которые зашли во власть, их сегодня не хватает, чтобы ее преодолеть. Есть вопрос, есть вопрос ко мне. Так что, поднять руки? Нет. Что я могу сегодня сделать? Нам не удалось еще поменять государство и сделать его таким, ради которого умирали наши побратимы, сыновья, братья, мужья. Но я сегодня предлагаю модель совершенно других взаимоотношений. Почему такая модель не может стать в будущем системой социальной защиты всего государства? Я хотел только что спросить, что от обратного можно пойти, допустим, создать модель, показать, вот она такая работает, давайте голосовать и принимаем ее как государство. Вот именно это я по чуть-чуть и выстраиваю. И эта модель, когда она заработает по всей Украине, почему не может система социального защиты, почему она не может на эту же карточку перечислять деньги? Хотите, я вам отвечу, я знаю ответ. Потому что вы очень долго там вычленяли оттуда людей, или там возможность украсть. Я строю государство-сервис. Если вы помните, во время президентских выборов, я объясняла, мы с вами живем в государстве-бандит, которое может отжать, украсть, наклонить, унизить. А хотим построить государство-сервис, с которым можно будет просто жить и получать удовольствие. Промежуточный этап – это государство-партнер, где ты доверяешь. Я очень хочу, чтобы этой платформе доверяли. Но проверяешь. Тут все можно проверить. Вот кто хочет, заходите, LPL.com.ua ради интереса. Можно проводить. То есть банк отказался от комиссионных. То есть банк является не просто… Нет, это его вклад будет. Да, банк-партнер. Система интернет-платежей, портмоне, где вы можете зайти и со своей карточки перечислить напрямую. Вы увидите, как эти деньги пришли на карточку этой семьи. Если вы хотите через областной координационный совет, вы можете сконтактировать с этими людьми. Там нету их прямых адресов, их нету на сайте с точки зрения безопасности. Но вы все можете проследить, каждый этап. И вот моя задача эту платформу сейчас запустить по всей Украине, чтобы в каждой области был вот такой жесткий координационный совет, чтобы был опекунский совет, в который войдут бизнесмены, в который войдут депутаты, те люди, которые будут на уровне области помогать. Тоже кто-то и готов бы помочь, но ему лень встать. А кто-то и хотел бы помочь, да он не доверяет. Вот, пожалуйста, вот теперь тот механизм, около которого все фонды, гражданские организации, бизнесмены, можете объединиться, за ним нету ни политической силы никакой, ни чьих денег. Это просто элементарная маленькая шестереночка. Я понимаю. Ну вот смотрите, да, фактически это такое обращение к милосердию человеческому. Это прекрасно. И, наверное, в большинстве своем милосердие нам свойственно людям. Но, понимаете, я вот о доверии и недоверии опять. Почему житель, допустим, Днепропетровска, Винницы, Херсона, Киева, должен, зарабатывающий 2-3 тысячи гривен, ему душа, сердце подсказывает, помоги этим людям, он помогает. А в это время, как вы правильно сказали, нет еще той Украины, ради которой погибли все эти люди. Жируют на контрабанде, туда-сюда перевозя все эти грузы. Те люди, которые воровали последние все годы, и которых как бы были злочинной владой, да, они опять себя как бы шикарно все чувствуют. Вы там даже смертную казнь для разных воров, бандитов предлагали. Ну, вот как, как, не понятно. Потому что культурные, интеллигентные, честные и моральные считают, что там грязно. Я тоже так считаю. Но кто-то эти конюшни должен разгрести. Поэтому те культурные, интеллигентные, которые критикуют, сидят на кухне, которые очень умные и знают, как, вот, пожалуйста, вставайте, идите на следующие выборы. На местные, на областные, на любые. Потому что до тех пор, пока не будет критической массы, там один человек, десяток человек ничего не может сделать. Я единственное, я могу выстраивать вот это то, что я могу, мне здесь не мешают. И я все равно нужно что-то делать, ведь руки нельзя опускать. Поэтому чем быстрее соберется эта критическая масса, чем быстрее мы будем жить в таком государстве, в котором мы живем. Какая лица у вас, у президента, не знаю, есть у него уже достаточная политическая сила, на которую можно опереться или нет. Ну, что-то пока... Нет, сегодня... Год прошел, а ведь ничего нет. Да, задавали вопрос, когда цены на лекарства упадут. Вот как только лоббирующие все структуры в Верховной Раде уйдут оттуда? Ну, куда же они? Как же они уйдут? Ну, вот вопрос, как только их вытеснят оттуда. Вот. А кто вытеснен, может, избиратель, человек, гражданин, да? Да, да. Я хотела бы сказать, что вот я в Днепропетровск не только привезла эту платформу «Люди помогают людям», привезла еще такую рабочую тетрадь, называется «Программа самоуправления для военного». Это рабочая тетрадь, которая должна оказаться в руках у каждого демобилизованного и у тех семей, у которых есть демобилизованные. Да. Это пособие не для докторов и не для медицинского персонала. Это пособие для каждого, кто побывал на войне и чья голова продолжает воевать, а тело уже вернулось домой. В этом пособии написаны шаги, что человек чувствует, что ему нужно сделать для того, чтобы вернуть домой не только свое тело, а свою голову. И членам семьи она позволит понять, что происходит с теми ребятами, которые потеряли своих побратимов, в которых на руках умирали люди. Вот этот рабочий зошит мы сегодня оставили и в психосоматическом отделении, и в областной администрации, передали волонтерам, если кому-то он нужен. На сайте Ольги Богомолец и на сайте Института психиатрии его можно скачать, полностью рабочую версию этой тетради. Автор ее Фрэнк Пьюселик. То есть у кого нет возможности обратиться к психологу, к психотерапевту или желание. К сожалению, самые сильные люди, они держат эти все чувства в себе. И к этим людям относятся и психологи, и волонтеры, и врачи, которые очень сильно выгорают. И, к сожалению, уже зарегистрировано достаточно много случаев суицидов. И, к сожалению, если мы вовремя не подставим своих ладошек, их будет еще больше. Поэтому задача вот этой рабочей тетради для каждого понимать, какой путь он должен пройти, чтобы вернуться домой от войны к миру. Скажите, пожалуйста, вообще о каком количестве семей, о каком количестве людей идет речь тем, кому нужно оказывать, вы планируете оказать или рассчитываете оказать эту помощь? Созданием этой платформы. В первую очередь, самое большое количество погибших, 330, у нас в Днепропетровской области. Как я сказала, из них 30% это те семьи, где есть непроцездатные. Да, ну это о нашей области. А вот по Украине есть у вас цифра? По Украине сейчас полной цифры вот тех, где есть неповнулитные диты, у нас еще нету, но это, скорее всего, будет где-то до 2000 людей. Это общее количество. Поэтому сейчас будем двигаться по Украине и будем собирать, будем собирать реестры. То есть реестры мы все уже получили, но там не везде есть полная информация по количеству детей по этим семьям. Охотно с вами сотрудничают органы, ну, наверное, социальные опеки или какие-то структуры, СОБЕСы? Что-то же мне должно давать присутствие во власти. Вот я пользуюсь админресурсом. Пользуюсь админресурсом. Пишу как народный депутат письма, требую данные, как советник президента пишу. Пока что не отказывают, но всего-всего приходится добиваться. Но все равно мы должны выстроить эту систему. Я уверена, что вот мы с вами встретимся еще раз через какое-то время и сможем уже посмотреть результаты, как она будет работать. Потому что и возвращение доверия, и понимание того, что может по-другому работать система. Сегодня есть интернет-ресурсы, сегодня все очень просто. И вся эта бюрократическая система, машина, она может быть сломана, но ломать ее очень долго и тяжело. Вы пытаетесь ее ломать, заменяя, да, некие в ней механизмы? Я сначала предлагаю альтернативный механизм. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь, LPL.com.ua, заходите и найдите, к чему придраться. Или, если вы бизнесмен, там можно предложить работу, можно предложить другие виды помощи. У нас на сегодняшний день... Не только деньги, да? Да, да. Можно предлагать, там есть разные... Ну, я просто не хотела как бы расширяться, чтобы не запутать людей. Потому что сегодня есть как бы предложение по работе. Есть предложение, у нас один из банков рассматривает возможность проведения учений для ветеранов по малому развитию малого и среднего бизнеса, потом с кредитованием. Еще одна компания, то есть профессора готовы приехать учить массажу. Сегодня непропетровчане предлагают учить, например, жен погибших, членов семей разным там косметическим манипуляциям. Все это бесплатно. То есть это место, платформа. Вот вы приехали на платформу и на этой платформе встретились. Те, кто могут помочь, и те, кому нужна эта помощь. И все очень просто. И там нету посредников. Вот вы мне хотите протянуть руку? Вы мне ее протянули, и мне стало легче. Боюсь, беспосредников может не пойти в нашей стране. Ольга Вадимовна, смотрите, вы вот, я так понимаю, сейчас эта платформа, извините, она в стадии презентации, да? Она работает. Работает, да. Можно мы говорить о каких-то, ну, может быть, пока не результатах, а тенденциях. Люди охотно идут на оказание помощи? Тенденции нужно создавать. То есть презентовать платформу без того, чтобы, вот представляете, приехала к вам Ольга Богомолец и говорит, вот такая платформа чудесная. Вы говорите, а сколько у вас там людей? Я говорю, один. А вы говорите, а почему этот один? Потому что сейчас наша задача, у нас подписано 150 договоров уже. Практически из каждой области. И вот мы сейчас ездим и в каждой области дополняем эту платформу. Потому что выходить на международный уровень и презентовать ее в Америке, в Канаде, в Австралии, в Европе. И партнеры Райфайзена, Вальбанк, и другие партнеры, я встречаюсь с бизнес-ассоциацией, мы разными. Они готовы, но они должны увидеть, что-то. Вот 8 месяцев ушло на создание механизма. Теперь уйдет еще какое-то количество месяцев на наполнение базы данных, на проверку, на заключение договоров. И сейчас уже идут, вот наша встреча, как бы вот в Днепропетровске первая, и первая встреча со СМИ. Мы об этом ее раньше не презентовали, мы проверяли механизм. Сегодня нам есть что показать, мы презентуем, и вы можете зайти и посмотреть, сколько денег кому пришло. Потому что социальный калькулятор работает, индикатор наполнения карточек всех семей работает, семьи попадают новые туда, оператор работает, и мы двигаемся по Украине. Теперь только задача, как, вот мы увидим, насколько готово украинское общество принять новый механизм взаимодействия и с ним работать. И опять же, это ни в коей мере не замещает ответственность государства. Государство обязано выполнять свои функции, пусть выполняет, а мы будем контролировать. Я теперь сижу сейчас и думаю, вот вы говорите, 8 месяцев готовились, и вот только-только может быть. А что же тогда от президента хотеть, год прошел, это же там целое государство, надо поменять. Вообще, что там происходит в Киеве у вас? Расскажите нам, вот еще буквально, у нас немножко осталось времени. Есть надежда все-таки на наше государство, что все-таки вот эти люди, которым, семьям которых вы хотите помочь, ну не зря погибли. Не зря погибли на Майдане, не зря погибли в Донецкой, Луганской областях. Люди, конечно, погибли не зря. Они уже, к огромному сожалению, не увидят той Украины, ради которой погибли. Но и мы же ее не видим год спустя. Вот в чем проблема. Люди начинают сомневаться, может быть, уже в какой-то там целесообразности. Я прошу прощения, ее нужно не видеть, а строить. Вот те, кто хотят ее увидеть, могут ее не увидеть. А те, которые готовы взять ее и по чуть-чуть строить, нам по пути. И, несомненно, есть на сегодняшний день в парламенте и в правительстве еще пока не критическая масса, к сожалению. Потому что есть между теми людьми, которые готовы делать, и государством, и людьми, которые живут в государстве, есть система. Вот эта система коррупционных механизмов, которые создавались десятилетиями под кого-то. Системы, где есть тендерные комитеты, где есть система откатов, где есть четкое понимание тех людей, которые в системе уже давно... И эта система не как вы чуть-чуть по шажочку. Они очень большими темпами хотят вернуться. Мы же все это видим. Поэтому наша задача не опускать руки. И не только ломать старую систему, а предлагать новые механизмы. Потому что ломая старое, если ты ничего нового не создаешь взамен, то грош тебе цена, как державотворцию. А я очень не хочу стать политиком, которые говорят обо всем. А я хочу быть державотворцем. Хорошо. Будьте. Хотите, будьте. Ольга Вадимовна, к сожалению, закончилось наше время. Но я считаю, что вы достаточно подробно рассказали, и телезрители поняли, куда обращаться. Вы можете показать. Есть телефоны, есть сайт, куда каждый, кто нуждается в такой помощи, у кого есть члены семьи нетрудоспособные, и те, кто хотят и готовы помогать, но те, кто готовы и хотят помогать, они просто заходят на сайт lpl.com.ua или заводят люди, допомогают людям. А те, кто хотят зайти на платформу, это люди, которые должны или, опять же, написать на сайт, или позвонить по номеру телефона. Сказать номер телефона? Скажите. 097-75-4-74-76. Хорошо. Ну, проще, наверное, будет пойти на сайт, зайти, и там все это, все контакты тоже можно найти. Конечно, да. Спасибо большое вам за этот разговор. Ждем вас еще в гости. Расскажите нам, как заполняется ваша платформа. Как там... Вы заходите иногда на сайт и будете информировать ваших телезрителей о том, как она заполняется. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители, за то, что были с нами. У нас в гостях был народный депутат Украины, советник президента Украины Ольга Богомолец. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Bye. Ciao. Продолжение следует...